Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваши общественные телевидения. В эфире программа «Честь имею» и я, ее ведущий, Алексей Краев. На улице бушует весна, скоро листики зелененькие появятся, солнышко светит по всю тепло, но наша всепогодная передача продолжает свое существование, и мы вновь встречаемся с Вами, как обычно, по пятницам. И я сегодня привел очередного гостя в нашу студию и хочу его сейчас представить. Это мой давний знакомый, с которым меня связывает творческая дружба, но творческая именно по армейской тематике, ну и не только. Зовут его Алексей Брауде. Леша, добрый день! Здравствуйте! Леша, здравствуйте! Да, значит, представляю я его сегодня как продюсера фестиваля «Тельняшка», но за вот этим скромным, так сказать, представлением кроется довольно-таки его широкая деятельность в сфере шоу-бизнеса, да, Леша? Ну, во-первых, я рад, что ты сегодня здесь. Алла Верды, когда ты тебя послал на программу «Тельняшка». Я, наверное, с этого и хотел начать, что Алексей в какой-то мере даже является моим учителем в свое время, когда он вел на одной из радиостанций свои передачи. Вот, я у него бывал в гостях и чему-то тоже у тебя, наверное, научился. Ну, как это я научился, сегодня ты оценишься. Ну, вот, после передачи. Леша, ну, давай так, я всегда традиционно спрашиваю всех гостей, которые, ну, мужского пола, как говорится, женщин, понятно об этом спрашивать, как правило, бессмысленно. Это твоя армейская карьера. Когда служил, кем служил наша передача? Армейская, в первую очередь, вот, а потом уже поговорим обо всем остальном, о твоем жизненном пути дальнейшем. Ну, так как дело происходило в советскую эпоху, и в 18-20 лет надо было идти в армию, и косить от нее считалось как-то неправильно, нечестно, и, ну, нечестно. Поэтому я честно пошел, отслужил свои два года срочную службу, вышел сержантом запаса, командиром генитного орудия. Служил я немножко в Ленинградской области, здесь у нас заменитая учебная дивизия Ленинградского военного округа, но и потом под Мурманском, небезывестное место под названием Алла-Куртия, где тоже стоит много частей. Ну, собственно, все, почти все, так или иначе, там мимо проезжали. У тебя ПВО или сухопутное? Ну, это называлось вообще зенитный полк, но сухопутный. Полк был сухопутный. А, понятно, понятно. Ну, то есть в составе... В общевойсковая, да, в общевойсковая. То есть подчинение Ленинградского, ясненько. Ну, видишь, до сержанта дослужился. Я, честно говоря, так и сколько тебя знаю, даже не помню, говорили мы на эту тему или нет. Вот, видишь, появился повод программе-то говорить. Если, уважаемые телезрители, откликусь немножко от разговора, если у вас будут какие-нибудь вопросы к Алексею или ко мне, второму Алексею, да, у нас сегодня два тезки здесь собрались, вы можете звонить нам по телефону прямого эфира, который сегодня в процессе передачи вы будете видеть на нашем телеэкране. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Леш, ну, то есть ты все-таки за армию, а не против армии, да? Абсолютно за. Абсолютно за. Скажи так вкратце, вот, ты сам-то родился здесь, в Ленинграде, или... Фактически, если я родился в Красноярске, но в двухмесячном возрасте приехал в Ленинград, правильно сказать, то меня мать уезжала рожать в Красноярске, там удобнее было, а потом я всю жизнь прожил в Ленинграде. Сначала здесь, на Васильевском, на углу Среднего проспекта, и 11-й линии, потом на Дворцовой набережной, а потом уже в дальние края на Охту переехал. Так что? Понятно. И призывался в Красногвардейском районе. Вообще, как времена меняются, да? Если раньше люди уезжали из Ленинграда в Красноярск просто так, чтобы, допустим, родить ребенка, то сейчас тут даже в гости-то немыслимо. Репа почешешь, сколько денег надо заплатить на самолет, чтобы слетать в Красноярске. Египет нам дешевле лететь. Да, абсолютно. Но все-таки берется глобус, берется циркуль, мерится расстояние. Выясняется, что до многих мест в России гораздо дальше, чем до многих мест в мире. Да, увы. Увы, это наша российская действительность, непонятная нашим российским умам, но тем не менее... Но зато дает нам повод гордиться величием державы. Да. Хотя гордиться надо не размерами. Понятно, согласен. Леш, после армии как твоя судьба сложилась? Чем вот учился куда-то? Или так коротко свою биографию расскажи? Ну, коротко я прошел длинный путь, пока не оказался на радиостанции, где мы с тобой оказались. И, собственно, может быть, там длинный путь не имеет особого значения, но, наверное, слушателям, зрителям будет интереснее, откуда взялся сам проект, само название «Тельняшка». Дело в том, что я работал на радиостанции в качестве продюсера, и в качестве продюсера у меня была задача как-то отфильтровывать исполнителей, музыкантов. Это было на заре FM вещания, это был 92-й год. И действительно, приходили авторы, приносили свой музыкальный материал, в том числе и ты, Алексей, пришел своим музыкальным материалом. И в какой-то момент пришло то, что называется переход количества в качество. Накопилась длинная метра, три длиной полка с исполнителями, с музыкой, вот этой, то, что мы называем объединенной военно-патриотической тематикой. И, собственно, тогда и возникло некое, то, что называется фильтром. Фильтр был простой. Это качество музыкальное, а качество музыкальное и поэтическое, это не очень понятно, критерии нравится, не нравится. Но критерий другой, что человек имеет моральное право петь на эту тему, то есть он не откосил, он честно служил в кадрах, в запасе, в срочную службу. Но неважно, важно, что он имеет право петь о том, о чем он поет. Не отсиживался, где полагалось отсиживаться. Ну, собственно, тогда мы с тобой на этой радиостанции, этой передаче «Тельняшка» и встретились. Ну, а почему «Тельняшка»? Ну, потому что, опять же, недолго думали, что является символом. Наверное, «Тельняшка». Почему? Потому что служить Родину надо защищать, это понятно, кто против, тем просим выйти из зала Родины, надо защищать. Ну, а защищать ее лучше в тех войсках, в лихих войсках, которые носят «Тельняшку». Ну, а так, как сейчас «Тельняшку» носят, аж шесть родовых войск. Шесть, да, шесть. Есть указ президента о том, что шесть «Тельняшек» у нас разноцветных. Есть традиционная темно-синяя «Тельняшка». Ну, она темно-синяя «Морского флота». Есть голубая ВДВ. Есть светло-зеленая «Тельняшка» пограничная. Есть васильковая «ФСБ». Есть оранжевая «Тельняшка» МЧС. И краповая «Тельняшка» спецназ внутренних войск. То есть, надевай не хочу. Все цвета радуги. Все цвета радуги. Ну, собственно, название «Тельняшка», оттуда и родилась «Тельняшка» как некий символ. Ну, а там уже, как пирамидка, вокруг слова «Тельняшка» стали нарастать различные подтянулись авторы, подтянулись авторы, которые отвечали вот этим требованиям по музыкальному качеству и по моральному праву. Сделали интернет-сайт, который до сих пор жив и здоров. Называется www.telnykfest.ru И на самом деле идея была достаточно симпатичная, что любой человек, который пишет песни на эту тему и хочет свое, так сказать, творчество вынести за пределы кубрика, там, казармы или кухня, он может свою песню прислать нам на сайт. Причем мы отчего отказались изначально, чтобы не было жюри, которые всегда обвиняют в предвзятости и подкупленности, что песня присылается на сайт, на портал. Люди, наши посетители сайта, голосуют за эту песню, и лучшие песни, выбранные именно народным голосованием, народом уже попадают в эфир программы «Тельняшка» на радиостанции. Ну, и в конце цикла годового отбирается 12 песен. Эти 12 песен составляют альбом «Тельняшка» 2011, 12 и так далее, и так далее. И, как это принято говорить в шоу-бизнесе, гастрольный тур в поддержку альбома. То есть эти 12 песен, 12 исполнителей составляют альбом и ездят по городам, и весям, и частям, и поют, и для народа. Ну, замечательная идея. Ну, не все так. От идеи никто не отказался. Сайт «Жив-здоров», но остальные составляющие несколько подвяли. Ну, а почему они подвяли? Это тема для отдельного большого разговора. Согласен. Я прекрасно эти все трудности знаю, потому что для любого хорошего дела нужна поддержка. Причем поддержка не просто на уровне идеологии, а и материальной составляющей. Нужны какие-то спонсоры, нужны, наверное, решения сфер власти каких-то, от муниципального до городского уровня. Может быть, даже и на государственной. Но дело в том, что мы занимаемся тем, что называется высоким словом патриотизм. Ну, а как выясняется, что, собственно, патриотизмом нужен государству. Патриотизм, любовь к родине. Не государству, а к родине. Нужен он государству. И вот здесь начинается некий конфликт между тем, что все, у кого есть деньги, говорят, что это надо государству, пускай государство и платит. А государству несколько не до того. Хотя, естественно, когда-нибудь все так или иначе выстроится, не знаю, сейчас и Столыпина вспоминают, и Александра Третьего, и в какой-то момент все эти слова. Дело в том, что просто маятник пошел в другую сторону, на самом деле и патриотическое воспитание, оно понадобится, и государственное, и так далее, и так далее. И, Леша, нас сейчас настанет. Может быть. Может быть. И в этом году, может быть, не в нашем поколении. Хотя и трудом верится все во все это. Вот хотел вопрос такой задать. Ну, таких... Мы будем говорить так, что средства массовой информации, вот все, что подается в эфиры на телеканалах, радиостанциях, конечно, вот, наверное, ты не будешь со мной сильно спорить. В первую очередь, нацелено на молодое, подрастающее поколение, у которых еще не сформировался свой взгляд на жизнь. Ну, допустим, нас с тобой никакой рекламы уже по телевизору с истинного пути не свернуть. Трудно. Трудно, да. Но трудно. А вот я просто себя вспоминаю в молодости, в детстве. Вот показывают фильм, не помню сейчас название. Короче, какой-то пацан там одел форму US Army, значит, и ходит в ней красуется, и подходит к нему мужик один и говорит, слышь, мальчик, а ты, говорит, знаешь, что вот те, кто носит эту армию, во Вьетнаме детей и женщин расстреливали и так далее, и тому подобное. Меня это вот засело до сих пор в голове. То есть вот отношение ко всей этой идеологии в военщине и прочее, вот, агрессии. А сейчас вот ты сам в средствах массовой информации много работаешь. Вот как ты считаешь, нынешние вот это все боевики и так далее, насколько они помогают или наоборот мешают воспитанию именно патриотического? Ну, ты что не включишь канал? Либо, извиняюсь, девушки полу-раздетые, либо, значит, с пистолетами все бегают и про ментов. Да, ну, вот. Полу-раздетые девушки, они в агитации, ну, приглашение американской армии службы сделали свое дело и народ шел служить. Вот, и нельзя сказать, что все американцы, воевавшие во Вьетнаме и в Корее, они все только шли за длинным долларом. На самом деле, абсолютный факт, что они шли, действительно, они верили, что они будут защищать в дальней стране, и тут защищать свою страну, Америку. И это говорит именно о том, что хорошая, правильная пропаганда, это великая сила, ее никто не отменял. И то, что именно наши пропагандисты, они своими неуклюжими действиями, они как раз и испортили то, что, в принципе, абсолютно нормальную идею, идею того, что, идею необходимости защищать Родину, и идею того, что защита Родина, это, опять же, все уже сказано, что это действительно почетное право и священная обязанность. Вот. Просто вернуть этим словам истинное значение надо. А дальше уже начинается, вот как говорят в сторону, пускай армия не будет защищать олигархов. И действительно, они их не будут защищать. Но если олигархи в какой-то момент поймут, что их никто не защитит, и они начнут инвестировать в эту армию, как вспоминаем. Опять же, ведь на самом деле, рассуждая на любую тему, мы выясняем, что все уже было. Все уже было. Все уже было. Например, Леонид Соболев, писатель, да, замечательный, и капитальный ремонт. Он пишет, так, капитальный, иначе дело происходит, кто не читал. Помню. Это предреволюционные годы, это революционные годы, Балтийский флот, и командир корабля перед парадом, он на свои деньги красит крейсер. Потому что, потому что он не может иначе. Он должен быть. Поэтому, дорогие друзья, на самом деле, о чем бы мы ни говорили, все это было. Может быть, это было в нашей стране. Может, это было не в нашей стране. Но все было. Так что, опять говоря, об Америке, вот я вспомнил, как раз шел на передаче, я вспомнил историю про американцев, и их, что у них случилось. И вдруг выяснили, что никто не хочет идти служить в армию. В частности, кризис с кадрами в военно-воздушном флоте. Но они взяли не последнего актера у себя в Америке, Тома Круза, сняли фильм «Топ Ган», где он играл лейтенанта, летчика-героя американского, и решили проблему. Наши как-то пытаются, может, более ловко, менее ловко, более-менее неуклюже последовать этому пути, но дай бог. Дай бог, чтобы действительно, я считаю, что маятник качнулся в одну сторону. Да, статус немножко передавили до перестройки патриотизмом, после перестройки наоборот, не додавили. Сейчас где-то все-таки за 20 лет должно писать в середине. Дай бог. И вот здесь как раз мы с тобой как-то не смешно звучит, являемся тем самым мостиком поколения. Мы помним тех людей, на которых мы смотрели снизу вверх, и действительно, мы ходили на парады, на встречи ветерантов, да, мальчишками. Мы искренне верили, с горячими глазами, что да, это так. И вот сейчас поколение наших детей, условно говоря, тем, кому по 20-25 лет, вот они косят от армия, нам их так или иначе. Я считаю, в принципе, мы должны их, не должны их прятать. Не хочешь служить, не служи. Но, честно, получи образование, получи специальность, ну, а, ну, роди трех детей, в крайнем случае. Это может даже полезнее. Хоть как-то компенсируй свою пользу для общества. Ну, а потом, опять же, все любят там Гарри Гаррисона, да, фантаста, любят фильм Пола Верховена, «Космический десант». А вот в книге присутствует, а в фильме опущен один момент, что почему надо служить в армии? Потому что я хочу стать гражданином. Я хочу стать гражданином, потому что я хочу служить, если я не гражданин, я могу быть писателем, художником, могу быть бизнесменом, но я никогда не стану чиновником. Чиновник может стать только гражданином. А гражданином может стать только тот, кто своей жизнью доказал, что он готов рисковать жизнью ради государства. Вся логика простая. В Китае, в принципе, насколько я знаю, такая же история, что те, кто не служил в НуАГ, народной свободной армии Китая, не может получить каких-то преференций при поступлении на госслужбу. ты не доказал. Хоть в Китае народу много, а вот все равно проблема такая есть. Поэтому, на самом деле, нет нерешаемых проблем, нет и не надо их решить сразу, так сказать, с экспромтом пытаться, наскоком. На самом деле, достаточно изучить мировой и государственный опыт российский, я думаю, все решится. У нас, по-моему, в одной России опыта. Опыта, да. Со столькими революциями, войнами, реформами, ваучерами, всякими экзаменами. Русский опыт показывает именно, что уж не все так наскоком, и все сразу решить все проблемы. Конечно, нам все-таки постепенно надо. Вот сейчас в армии реформы, я понимаю, что ты, в принципе, далек от этого дела, с точки зрения профессионального. Но, тем не менее, ты, как человек в жизни, опытный, умудренный жизненным опытом, имеешь свою, наверное, точку зрения на реформу, которая у нас в армии проводится. В частности, в последнее время сейчас идет, как получается, что весь тыл передается в коммерческие структуры в армии. То есть, теперь заниматься будут, уже занимаются котельными, питанием и так далее гражданские коммерческие организации. Ученое слово аутсорсинг. Да, вот торги проводятся соответствующие. Как вот ты смотришь на вот эти преобразования? Насколько они, на твой взгляд, полезны? Есть плюсы и минусы? Дело в том, что я считаю, что ты сделан не просто так, и стоят цели самые благие. Другое дело, что из этого получится. Хотя, с другой стороны, вспоминая еще мою армейскую службу, я вспоминаю, что и, скажем так, не в той степени, как сейчас, но были склады всякого армейского. Но имущество, как правило, там гражданские бабушки руководили. Были те же самые котельные, где как-то гражданские люди забрасывали котлы туда. Иногда отправляли не вахту, в наряд туда. То есть, так или иначе, аутсорсинг присутствовал. По той простой причине, что, во-первых, есть целый ряд вещей, которые человеку, может быть, даже нельзя научиться за два года, если он там не служит постоянно. Хотя, с другой стороны, я считаю, что, конечно, даже по моему небольшому опыту службы, если бы больше было учиться боевой учебы, строевая подготовка, огневая подготовка, строевая, огневая, физическая. Вот чем должен заниматься солдат, срочник. Иначе, иначе нет смысла службы. Потому что, действительно, а даже каждый должен сделать то, что лучше получается, если профессиональный, так сказать, котельщик, зная все эти манометры, он обеспечит температуру в казармах, чтобы солдаты не простужались и утром молоточком, топориками отрубали, не обрубали примерзшие одеяла, то это будет хорошо. Ну, это опять принцип профессионализма, то есть, вот этот такой своеобразный переход к профессиональной армии, только, как всегда, у нас все делается бегом, может быть, не всегда продумано, ведь одно дело в Петербурге, там, в окрестностях стоят части, а другое дело где-нибудь там под Магаданом, там, на Чукотке, в лесах Сибири и так далее, где вот там найти людей, которые могли бы идти на гражданки и обслуживать вот эти все воинские части. На самом деле, и в других странах тоже, конечно, Россия уникальная, ситуация, с этим спорить нельзя, но цели и задачи в том, что, как бы, пытаются решить этот вопрос, действительно, сделать несколько мобильных, как говорится, формирований, крупных, эти направления, но, опять же, здесь самые благие пожелания, которые требуют, диктуют, как бы, сложилась ситуация, и возможности страны, они сталкиваются с традицией страны. Ну, а традиция такая, что построили про Александр Ветхим эту великую сибирскую магистраль, чтобы перебрасывать войска из центра России на Дальний Восток. Сейчас будут перебрасывать Ан-12 или там Ил-76, ну, хорошо ли это? Алексей, у нас звонок, давай послушаем нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. У меня к вам так, во-первых, я признателен за очень хорошее выступление в защиту, значит, наших чаяний, мне сейчас неправильно ставите вопрос, что нужно принять закон для того, чтобы обязательно не только, вот, значит, человек мог на государственную службу быть гражданином только в том случае, если он армией служил. Так это нужно, должно быть решение Думы или хотя бы указ президента. Но это маленькая часть дела. Это невозможно решить этот вопрос. Смотрите, при советской власти, когда было 16 республик, было 400 тысяч синонимиков, а по нашему, по центральному телевидению я эту информацию получаю. В прошлом году в России было миллион 600, в этом миллион 650 тысяч. Так это что, целая армия тюновница. Даже если их сократить на миллион 200 тысяч, вы же представляете, это вот откуда коррупция и прочее, а мы там что-то ищем, там, это самое, как будто никто этого не знает, понимаете, мы все сунем голову в песок и ничего этого не видим. Но я надеюсь, что вот вы все правильно принес, ну, говорите об этом все верно, у всех душа была за нашу Родину. И дай Бог, чтобы эти деньги вот нужно же подготовить не просто сократить эти миллион эти ну... Конечно, это же люди все тоже. Это уже другое, но нужно обязательно подготовить рабочие места, а то у нас едут кто не попадя к нам в Россию, а свои вот эти жирные хорошие ребята, хорошо обеспеченные, они на пенсию идут раньше, и у них пенсия 75% зарплаты у всех чиновников. Вот думайте, все получаются 20-24% от зарплаты, а у этих самых коррупционеров 75%. Понятно, спасибо вам. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое, к сожалению, не представились, как зовут телезритель. Ну, Леша, действительно, вот в моей программе, которую веду, практически все звонки вот такого плана, как крик души, что надо что-то делать, а действий никаких не производится. Видимо, проблема, на мой взгляд, что просто нас, людей, кто бы мог какие-то толковые мысли предложить, никто там не слушает. Они не слушают, Алексей, я, к сожалению, здесь признаюсь своим стыдом, что я отношусь к Украине не то, что негативно, а пессимистически к этому вопросу. Я вспоминаю, как, опять же, сам не участвовал, но читал о том, как в Японии меняли полицию после войны, всех полицейских уволили, набрали новых, опять уволили, набрали новых. Видимо, здесь этот опыт тоже нам пригодится, потому что, как говорила Екатерина Вторая, все плохо, но других чиновников у меня нет. Все воруют, но других у меня нет. Поэтому и к армии, и ко всему, и к стране, я думаю, что здесь должна, как декабристы, декабристы пошли на площадь, почувствовали через два поколения, после того, как Екатерина отменила это указа вольность. То есть, люди стали себя уважать, после того, как их совпадили от телесных наказаний. Поэтому здесь, к сожалению, друзья мои, мы, это не хорошо и не плохо, но наше поколение не увидит того, как должно было быть, как хотелось быть. что это все-таки поместить. Но наша задача поможет сделать то, что от нас зависит. Под конец передачи активизировались наши телезрители. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость студии. Вот хотел бы задать гостю следующий вопрос. Все, кто служил в армии, по крайней мере, с советских времен, они понимают, что пока будет существовать принудительный призыв, там будут служить люди с рабским сознанием. Особенно на младших командных должностях будет проследовать педовщина, безответственность и так далее и тому подобное. Нужна армия профессионалов, контрактников, не меньше, чем в 21 год молодой человек. Но современные генералы понимают, что рабами командовать проще. Вот как вы думаете, контрактная армия будет лучше для России или принудительный призыв оставить как есть? Я думаю, что контрактная армия будет гораздо лучше для России при условии, что человек, идущий в армию, он понимает, что он получает преференции на много лет вперед, что он получит, скажем так, условно говоря, золотую ложку, золотой диплом, не важно, важно, он может прийти в любое место. Собственно, при советской власти это было, что после армии сразу другое отношение. Человек, он считается уже более взрослый, он более ответственный, и сейчас, если это будет поощряться как-то не только обществом, к сожалению, ну, в принципе, обществом тоже, но если будет поощряться, что человеку будет выгодно, чисто материально идти служить в армию, будет это выгодно с точки зрения престижа, и на входе в армию будет фильтр, извини, дружище, нам такие не нужны, то все встанет на свое место. Конечно, это случится не сразу, ну, а то, что генералам, наверное, да, генералам в какой-то степени удобнее командовать армией, рабов, плюс, что эти генералы используют солдат для стройки своих генеральских дач. Но я не думаю, чтобы в армии и среди генерала был принципиально другой процент людей достойных, недостойных, людей держанных, недержанных, разумных, неразумных, ну, не может быть, чтобы... Да, социологи считают, что достаточно в Петербурге опросить 400 человек, чтобы иметь вполне объективную картину ситуации. Я думаю, что генералов, стоящих дач за счет солдатской силы рабочей, не так уж и много. Это либеральные страшилки, как говорится. Нужно волевое решение освободиться от таких. А контрактная армия должна быть, да, должна быть контрактная армия. Люди достойные. Ну, скажем так, это тонкий момент, но человек, получающий за свою работу, связанный с риском для жизни, хорошие, достойные деньги, которые обеспечат ему... Опять же, все придумано в Америке, когда американские подводники всплывают в любой части света, а их семья уже ждет. Их привезли туда на самолете, они там машут ручкой папе. И жилища. Вот и все. Ну что, спасибо большое, мужа и телезрители, за внимание, за ваши звонки, за активность, которые вносят определенные интересы и в нашу беседу, и для вас интереснее становится живой эфир прямой. Алексей, два слова на прощание, наша программа истекает, время телезрителям. Ну, во-первых, привет всем моим однополчанам, все, кто меня увидел, услышал. Всем большое привет, наилучшие пожелания. Спасибо тебе, Алексей. Успехов в том музыкальном деле, я знаю, что ты продолжаешь писать хорошие песни. Привет всем участникам проекта «Терняшки», кто был на радиостанции, кто сейчас в этой программе. Ну и пожелание, чтобы все встало на свое место, чтобы цель службы Родине была изначально и осознанная, и эмоциональная, к чему должен стремиться молодой человек должен. Ну, я верю, что мой фестиваль все-таки возродим. Алексей, спасибо еще раз за то, что сегодня пришел к нам время наше истекло. Еще раз спасибо за внимание. Это была программа «Честь имею». Я ее ведущий Алексей Краев и наш гость Алексей Брауд. Всего вам доброго. «Честь имею».